Почти два километра пешком через ущелье моря Мдере вверх по ухабистой заснеженной тропе. Первая столица Крымского ханства находится на высоте 500 метров над уровнем моря, на плато с крутыми скалистыми склонами. Пройдя по средневековой мостовой, вы окажетесь у южных тайных малых ворот одного из входов в городище Чифуткале. Они сделаны из дуба и железа ручной ковки 500 лет назад. К сожалению, имена мастеров не сохранились. И только туристы заглядывают на огонек. Для них ворота всегда открыты. А вот в древности нежданным гостям здесь не обрадовались. Чифуткале был символом неприступной крепости. Пройдя через южные ворота, неприятель оказывался в каменном мешке. Сверху, со соборудительной стены, жители забрасывали его камнями, заливали кипящей смолой, кипятком, всеми доступными способами. С теми, кто смог пройти, расправлялись уже другие жители города. Из этих пещер их обстреливали при помощи стрел. Гроты использовали для хозяйственных нужд и во время обороны. А жилые дома, спрятанные от посторонних глаз, находились на вершине плато. Сейчас от них остались только руины. Это кенасы 14 века и 18. Одна из них большая, другая малая. Они сегодня используются караинами для благослужений. Туристов туда не водят. Вы можете только заглянуть через щелочку. Кенасы имеют одинаковое устройство. В дальней стены находится алтарная часть. В середине зала молились мужчины, они молились стоя. И уже на входе стояли деревянные лавки для старцев. Чифут-кале разделено на три части. Бурунчак, мыс, старый и новый город. Кажется, здесь все пропитано историей. Это один из самых древних, но хорошо сохранившихся памятников. Мавзолей Джанике Ханым, дочери Хана, Золотой Орды Тахтамыша. Он построен в форме восьмигранника с врезным порталом. Здесь туристы загадывают желание, бросая на алтарь монеты. И приходят полюбоваться видами, открывающимися со стороны северных обрывов. Татьяна Балыкина, Алим Вилеев. Утро нового дня.